Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Зима близко» из цикла «Культ Просвета». Денис Ханов работает в студии, Вадим Родионов и звукорежиссер «Родион Золотарев». Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что сегодняшнюю тему мы могли бы посвятить вопросу свободы. Мы нередко этот вопрос поднимаем в связи с тем, что свобода все больше и больше исчезает или сокращается в европейском пространстве. И на самом деле, должен сказать из моего личного опыта, на этой неделе у меня был целый ряд возможностей заглянуть как раз или углубиться в эту тему. Недавно мы представляли вашему вниманию книгу о французской революции, которая была связана с идеей революционной свободы, с идеей равенства и братства, с идеей гражданских свобод. И, по сути дела, во многом современные европейские общества как раз и существуют как наследники французской революции в смысле личностной свободы и неприкосновенности этого пространства. И вот так получилось, что вчера вечером в Национальном театре у меня была возможность посмотреть спектакль. Это были гастроли Кирилла Серебренникова с его новой пьесой «Аутсайд», которая не переводилась, по крайней мере, на афише. Мы можем перевести ее по-разному. Там, снаружи, или, допустим, ну, я не знаю, еще какие-то версии, скажем, внешние или во внешнем мире. Есть целый ряд версий. Но речь идет о том, что это не состоявшаяся встреча двух художников, скажем, художника-сцена и художника-слова, поэта из Китая Рэна Ханга и самого Кирилла Серебренникова, который, как мы знаем, долгое время находился по домашним арестам и, собственно говоря, из своего заточения и создавал новые свои творческие работы. Встреча эта состоялась только в его воображении, потому что сам китайский поэт, который страдал депрессией на протяжении 10 лет, он был преследуем за свои работы китайским правительством, совершил самоубийство в результате длительной депрессии. И на сцене или на страницах этой пьесы они встречаются, и совершают всевозможные, я бы даже сказал, очень фаустовские путешествия по различным точкам земли. Они посещают Берлин, они находятся в России, в Китае, они встречаются с матерью погибшего поэта. Естественно, в воображении мать его полностью отказывается верить в смерть сына, отказывается в то, что он был геем, верить в то, что он был геем. И эта пьеса произвела на мне очень сильное впечатление. Я видел, что в зале было множество людей, которые задумались о теме свободы, потому что если Серебрников был заточен, и для него это не свобода в рамках четырех стен его комнаты, где он общается только со своей тенью, то для китайского поэта и фотохудожника это была... Единственная возможность освободиться было выйти через окно 14-го этажа и тем самым погибнуть. Так вот, именно эта пьеса стала импульсом для сегодняшней нашей беседы, и я думаю, что мы могли бы поговорить о свободе, которая, может быть, не выражается в столь острых художественных формах, но она важна для каждого из нас. И если мы не поэты и не драматурги, то я думаю, что очень важно понять, что свобода важна каждому из нас, и она может привести нас к либо самореализации, либо, если она отсутствует или сокращается, она может просто жестоко поломать судьбы людей. Здесь, мне кажется, еще важный момент, на который я бы обратил внимание, потому что что мы подразумеваем под свободой, потому что Урал писал о том, что свобода это рабство, как мы помним, и на самом деле для многих свобода это действительно рабство, потому что, обрати внимание, как меняется мир даже в обществах, которые позиционируют себя как демократические или пытаются быть как демократические, они, в общем-то, сами готовы отказываться от свободы в пользу сильной руки, крепкого хозяина, какого-то человека или какую-то группу людей, которая будет направлять и указывать, как им жить. То есть добровольный отказ от свободы и добровольное превращение свободы в рабство мы сейчас наблюдаем повсеместно, на самом деле, не только на постсоветском пространстве, но даже и в каких-то западных обществах такие элементы, по крайней мере, в определенных группах, они возрастают. Вот эта тяга к авторитаризму, тяга к диктатуре и добровольный отказ от свободы, точнее, даже не отказ от свободы, потому что если ты поговоришь с этими людьми, которые тяготеют к твердой руке, к этим ежовым рукавицам, то они тебе объясняют, что на самом деле это нужно для порядка, это нужно для того, чтобы система функционировала. Это нужно в конечном счете для нас всех, потому что, ну, посмотрите, мир погряз в разврате, геи в Европе, ты вот упомянул, это как раз тема, которая, тема гомофобии, которая сейчас очень активно поднимается в качестве такой угрозы, что если мы не соберемся, если там гетеросексуальные, православные, не знаю, католические силы не встанут и не противостоят этому злу, то все, нация вымрет и так далее и тому подобное. То есть вот этот отказ от свободы и замена понятия свободы, мне кажется, сейчас происходит повсеместно. Я с тобой согласен и надо, опять же, согласиться с тем, что свобода действительно может быть тяжелой ношей и свобода очень хрупкое понятие, потому что в какой-то степени ирония судьбы состоит в том, что как раз те страны Восточной Европы, из которых, что называется, начинался распад советского пространства или Варшавского блока, Польша, Венгрия в данный момент скатываются или уже скатились, по сути дела, к авторитарным формам правления. Особо тяжелая ситуация в Венгрии, где, по сути дела, мы можем говорить уже о культе личности, об обожаемом Орбане, который, как это, опять же, не странно, вырос из кругов Сороса. Он получал стипендию фонда Сороса, он поддерживал на определенном периоде либеральные реформы, он был молодой, рьяный, защитник свободы и так далее. И он, собственно говоря, создал свой политический имидж на, скажем, отвержении всего советского, а теперь он лучший друг Путина, который тоже есть продукт советской системы, он, скажем, такое, я бы сказал, неудавшейся родой постсоветской системы, когда этот диктатор, будем называть вещи своими именами, как говорил Оскар Вайлд, это облегчает ситуацию, он вернул современное российское общество, используя как раз страхи людей. И будем откровенны, нет ни одного диктатора, никому не под силу вернуть целое общество обратно в прошлое, если само общество не желает этого. То есть... Польша должна быть для того, чтобы появился тот или иной лидер. Несомненно. Лидер есть всего лишь квинтэссенция, скажем, выжимка коллективных страхов. Поэтому диктаторы, неважно, российские или венгерские, или какие-то диктаторы в прошлом, это не злобные волшебники, которые по мановению, скажем, палочки или какими-то формулами могут вернуть нас обратно. Но то, что именно Польша, Солидарность и Венгрия стали странами, которые сейчас в европейском сообществе, мне кажется, они в какой-то степени тормозящий балласт. И я, не будучи геополитиком, а всего лишь наблюдателем, могу задать, может быть, очень примитивный вопрос, нужны ли они еще в европейском сообществе. Потому что, в принципе, если европейская культура – это все-таки наследница французской революции, именно говоря о правах человека, об индивидуальной свободе, этой свободе посвящена пьеса Серебренникова, то тогда создается вопрос, не являются ли эти страны угрозой для европейского сообщества, как пространство свобод. То есть они тянут Европу обратно, они голосуют, скажем, ультраконсервативно, они относятся консервативно к целому ряду тем, например, тот же вопрос защиты окружающей среды, вопрос индивидуальных прав и свобод. И здесь как раз речь идет о том, что возвращается острое и болезненное желание большинства общества контролировать тело, ну и душу в какой-то степени тоже отдельного индивида. Потому что во вчерашнем спектакле китайский поэт, будучи геем, он скрывает это, естественно, от своих родителей, потому что это честные сотрудники фабрик, это, условно говоря, простые работяги, и он не хочет причинять им боли. Это понятно, потому что если люди этого не понимают, тогда, условно говоря, причинять боль своим родителям, это очень-очень печально. Но он ведет войну и жизнь. Да, мне кажется, вот этот момент, связанный с ориентацией человека, мы неоднократно проводили на этой теме интерактивные эфиры, я понял такую вещь, что на самом деле, когда люди, которые звонят и говорят, вот, мол, типа геи, они развращают и наши дети, вырастут обязательно такими. В конечном итоге, в ходе общения с этими людьми, понимаешь, что проблема человека, который, скажем, родился геем, гомосексуалистом, заключается не в том, что он причиняет какую-то, возможно, является угрозой, а то общество, которое загоняет таких людей в какие-то рамки и не дает им возможность быть самими собой, потому что общество навязывает. И мне кажется, как раз опасность заключается в том, что общество отвергает человека, который, как обществу кажется, или большинству кажется, не похож на них, и, значит, является угрозой. И это такой важный элемент несвободы, потому что, ну, мне кажется, что даже разговоры на эту тему в наших обществах, хотя мы вроде как уже 30 лет не в Советском Союзе, они до сих пор достаточно болезненные. То есть что-то меняется, наверное, где-то все-таки какая-то толерантность растет, но, тем не менее, сам факт того, что мы это не примем. И мне кажется, это тоже очень большая проблема, негибкость нашего общества и страх перед тем, что на самом деле они не знают. Ну, потому что в серии нарисован какой-то образ врага, который обязательно должен уничтожить гетеросексуальное большинство населения. Ну, я должен сказать из моего личного опыта, как открытый гей, как бы год назад я вместе со своим партнером как бы в публичном пространстве объявил, кто я. Я, естественно, в Фейсбуке как бы в своем пузыре, что называется, не получил никаких негативных отзывов или там что-либо гомофобское. Но я знаю, например, как бы по своему опыту, что, условно говоря, с момента осознания себя как гей, вплоть до, допустим, января прошлого года, да, я вел, условно говоря, закрытый образ жизни, или что называется, на лексике ЛГБТ был в шкафу. И в то же время я знаю, что очень многое все-таки на уровне индивидуальных контактов в обществе меняется. Я никогда не испытывал каких-либо форм дискриминации со стороны своих коллег. Единственное, что, конечно, все-таки является вопросом эволюции, хотя эволюция не является триумфальной, она всегда может скатиться обратно. Это было ощущение, как бы, что ты должен пристраиваться к какому-либо большинству или, условно говоря, говорить то, чего от тебя хотят. То есть, в принципе, там, пусть, по сути дела, все все знают, но никто ничего не спрашивает, и в то же время ты как бы не можешь говорить и вести себя так, как ведут себя нормативно. Все делают вид, и это, конечно, такая забавная, скажем, забавное двуличие. То есть, иными словами, допустим, когда я постепенно стал набираться смелости, то тогда я как бы понял, что, да, в своей среде, в академической среде, в среде своих студентов я не встречал как бы негативной коннотации. Но я знаю, например, насколько в публичном дискурсе среди наших политиков очень легко играть этой темой. Почему? И здесь мы, собственно говоря, понимаем, что стоит взглянуть в лицо своим страхом, как они могут все-таки рассыпаться. То есть, иными словами, что с кем я делаю, это только мое собственное пространство, а гетеросексуальная доминанта в Латвии именно, да, и, скажем, в консервативных странах постоянно хочет подглядеть в замочную скважину и ворваться в спальню, скажем так, да. То есть, это вопрос традиционного уважения личного пространства в Берлине, где теперь я живу. В принципе, всем на все наплевать, потому что это пространство, где можно ощущать свободу буквально, она вот, она материализуется. И это не всегда равнодушие, это скорее даже возможность как бы понять, что своя личная свобода. И здесь мы переходим к очень важному пункту. Права меньшинств, неважно каких, сексуальных, религиозных, каких-то общественных, неважно, этнических, она не есть угроза свободе большинству. Она есть, и я все время об этом попытаюсь говорить, она есть своеобразный залог качества свободы как таковой. Потому что, если мы устанавливаем список запрещенных пространств или запрещенных общин или меньшинственных групп, то кто, собственно говоря, может гарантировать, что однажды туда не внесут, как в старом анекдоте про евреев и велосипедистов, что этот список не расширит. Что в этом списке не будут социалисты, что в этом списке не будут коммунисты, что в этом списке не будут, допустим, Рома, Синдия, что в этом списке не будут душевно больные люди и так далее, и так далее. Что там могут быть, допустим, бесплодные женщины. То есть, простите, если уже мы начнем, так не закончишь. Мне кажется, вот как раз в этом и заключается элемент несвобода, который мы часто наблюдаем. И в Латвии тоже, я уверен, что наше общество далеко не свободно, хотя мы идем по пути демократического развития. Во всяком случае, мы пытаемся иногда идти по пути демократического развития, но вот эти страхи, эти стереотипы, о стереотипе я слышал такое определение, это плоскость, выдающаяся за объем, и мне очень нравится. Это, мне кажется, очень хорошо отражает то, что есть на самом деле. Эти страхи являются для нас некой панелью управления. Мы все-таки не свободны, потому что мы боимся. А чего мы боимся, мы сами до конца не знаем. И вот этот вот страх перед любым непохожим на нас, то есть желание все починить, как ты правильно говоришь, даже вроде как все все понимают, но все делают вид, потому что если вдруг кто-то перестает делать вид, это доставляет чувство дискомфорта. Ну как же так? Мы же знаем, что вроде, но вот должен вести себя в неких районах. И мы вот движемся в этих правилах, ты должен быть, не знаю, поддерживать правильные этнические взгляды. В Латвии, например, это очень, как мне кажется, распространено. Абсолютно верно. Причем распространено не только со стороны, условно говоря, этнического большинства, но и со стороны этнических меньшинств. То есть мы уже упоминали тему того, что в публичном пространстве бытует некоторый код того, что такое быть русским. Правильным русским. Или неправильным. Быть неправильным русским, быть лояльным, Или быть просто русским. Словом говоря, принадлежать к какой-то общине означает соответствовать какому-то каталогу требований. С одной стороны, если мы берем теорию культуры, это абсолютно нормально. То есть есть наши общины, есть другие. Но дело в том, что мы все-таки не живем в первобытном общинном строе, где можно большой дубиной все ликвидировать и все вопросы. Но мы живем все-таки в обществе куда более сложном, в обществе, где люди могут быть, допустим, выходцами из Индии, хорошим врачом и, допустим, геем. Или, допустим, неважно, там, мусульманином, который работает учителем, и этот человек может быть активным гражданином и, условно говоря, добровольно работать в каком-нибудь пансионате для престарелых или, я знаю, ухаживать за больными животными. Иными словами, то, к чему я призываю и то, что, мне кажется, должно функционировать и функционировать в других обществах, это признание того, что свобода не есть эксклюзивное пространство для меня, а оно есть пространство, где сходятся разные свободы и нужды или необходимость быть свободным. Например, во вчерашнем спектакле четко и ясно и очень тонко было показано, что если поэт гей, и он отправляется в какой-то гей-клуб, то он живет в своей субкультуре, он переживает свою сексуальность через разные перформативные формы. И, допустим, те мимы и, скажем, хореографическая часть балета были великолепным доказательством того, как можно не скатиться в вульгарность и, условно говоря, в порнографию, что это были, скажем, такие живые картины, такие табло виван из, скажем, предпочтений и фантазий человека. Но эти фантазии, есть свободное пространство человека, которое никоим образом не угрожает гетеросексуальному пространству, иди в свой клуб, занимайся чем ты хочешь. Но наше желание всех и вся контролировать, возможно, ты прав, связано именно с тем, что мы пропитаны страхами, и нам постоянно эти капсулы с ядом разбивают, условно говоря, у нас перед носом, скажем, такого нашатырного спирта, чтобы мы не заснули. Но очень важно понять, что если не будет качественной свободы для других, моя свобода, свобода, неважно, белого, гетеросексуального человека, лютеранина, православного, человека, у которого работают все органы, здорового и так далее, она тоже может быть некачественной. Почему? Потому что кто-то когда-то дойдет и до меня. То есть, иными словами, очень важно абстрагироваться того, что вот хорошо, в моем доме все свободно, широко и просторно, остальные могут подождать или вообще, собственно говоря, ничего не полагается. Следующее представление о том, что, да господи, даже их же никто не дискриминирует. Дискриминируют, есть исследования, есть целый ряд примеров, например, людей, скажем, темнокожих, афроамериканцев и так далее. И очень важно понять, что это происходит. То есть, это не то, что мы сейчас говорим, не есть укор кому-то конкретному, а это скорее, может быть, нелицеприятный диагноз самому обществу, потому что общество, пропитанное страхами, не сможет принять, допустим, очень утилитарно, не сможет принять высококачественных сотрудников, работников, которые принесут Латвии пользу. Компьютерщик может быть геем или, например, повариха из Индии может быть лесбиянка. Неважно, мне с ней ничего не надо делить. Мне важно, чтобы она хорошо работала здесь и чувствовала себя хорошо, чтобы она платила здесь налоги. А если общество пропитано ксенофобией, а гомофобия – одна из форм ксенофобии, то, собственно говоря, мы тогда и увидим опять ту же самую ситуацию. В Эстонии беженцы остаются и становятся постепенно частью общества. Если их 50, значит, еще 50 человек платят налоги. Простите, если мы не можем думать в абстрагированной форме, давайте хотя подумаем о своем кошельке. Но мы не думаем о своем кошельке, как показывает практика, потому что вот сегодня я видел в Фейсбуке, опубликовал один мой знакомый фотографии улицы Бриубис в 10 часов утра. И там не было ни одного человека. Это очень такая постапокалиптическая картинка, которая показалась, ведь пятница, рабочий день, 10 часов утра и действительно почти пустая улица. Я, конечно, не думаю, что Рига вся пустая. Может быть, все уже в 8 утра стали дружно работать в своих офисах. Да, может быть. Но, тем не менее, конечно, вот это просто как некий такой показатель того, что у нас есть проблемы, проблемы с демографией, они достаточно большие. И они, кстати, не связаны с гомосексуальностью или гомосексуалистами, как это иногда пытаются некоторые, скажем так, преподнести. У нас проблемы с демографией по другой причине. Да, условно говоря, оставьте нас в покое, нам есть чем и кем заняться, да, вы решайте сами свои проблемы. Нет, посмотри, это удобная форма, да. Мы знаем, что можно найти некий удобный повод, найти врага. Это Орел еще очень хорошо, на мой взгляд, гениально даже описал про оппозиционера Голстейна и двух минутки ненависти, которые проводились ежедневно. Кто сейчас читает Орела? Орела читает кто, кстати? Очень мало кто читает. Наша проблема в том, что мы перестали читать. Мобильные телефоны, есть как раз то тихое и приятное средство порабощения. Через которое Большой Брат следит за тобой. Несомненно, да, то есть знает, что мы смотрим, когда мы смотрим, какие билеты мы покупаем, куда мы их покупаем, номер нашего счета и так далее. Не будем сейчас входить в эти варианты, скажем, на тему матрицы. Но скажем одно, что старинный образ 18-го столетия, когда государец заботился о том, что все размножались и так далее, он давно прошел. Никого мы не заставим, скажем, плодиться и размножаться, если в обществе отсутствуют экономические, социальные, скажем, предпосылки для этого. Да и вообще, по сути дела, мне кажется, что мы… Самое интересное, что третья атма, да, она, собственно говоря, алкала западноевропейской свободы. Проблема только в том, что, оказывается, во многом люди хотели вернуться в пресловутые 30-е годы, там, фокстроты и, скажем, варьете, а Европа совсем другая. Европа – это и обязанность признать меньшинственного другого как часть себя. На 30-е годы, в общем-то, в Европе ознаменовались еще совсем другими. Сильной рукой, да. Но многие жаждали это, потому что условная большевистская угроза была слишком велика. Этим болела даже британская аристократия, где, собственно говоря, и появились почитатели Гитлера, например, тот же будущий Эдуард VIII, да, и его американская супруга. Так что заигрывание с сильной рукой характерно, потому что, да, мир… Но, с другой стороны, надо опять же сказать, что латвийское общество меняется. Я это вижу среди молодежи и студентов. Я это вижу в кафе и барах, которые, допустим, я посещаю. Я это вижу среди молодых журналистов. Но я понимаю, что на данный момент нам нужно будет на некоторое время прерваться на паузу и продолжим после перерыва. Оставайтесь с нами. Да, продолжаем. Радиослушатели, да. Мы вернулись в студию. Вадим Родионов. И звукорежиссер Родион Золотарев. Это программа «Зима близко» из цикла «Культ просвета». Тема «Свобода» на основе вчерашней постановки Кирилла Серебренникова «Аутсайд» о китайском поэте и художнике Ренни Ханге, который покончил жизнь самоубийством. Я полагаю, что у нас есть вопросы. Да, могут звонить наши радиослушатели по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы можете также звонить из-за рубежа код плюс 371 и писать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Говорим мы сегодня о свободе. Орл писал о том, что свобода – это рабство. Как мне кажется, я уже говорил в первой части нашей программы, очень часто так действительно бывает в плане восприятия. Потому что люди не готовы многие воспринимать свободу именно как свободу, потому что свобода – это не всегда комфортно. Это возможность и необходимость принимать другого. А принимать другого у нас на самом деле не очень любят, как мы видим это и в обществе, и в политической жизни. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олдис звонит. Да, Олдис. Вас ведущий перед перерывом сказал одну фразу, что общество хочет заглянуть через дверную щель в спальню. По-настоящему совсем наоборот. Гей выносит свою спальню на улицу в виде прайдов. Так что я очень не согласен с тем, что говорит ваша соведущая. Извиняюсь, забыл, как его зовут. Денис Ханов, да. Спасибо вам. Спасибо, да. Небольшой комментарий. На самом деле я сам скептически отношусь к прайдам. Там, хотя они в какой-то степени такое слабое отражение хотя бы культуры карнавала, которая, скажем, в Европе дошла до Кёльна и там остановилась, потому что холодно, в принципе. Да, не венецианская история. Да, но то, о чем я хочу сказать, что это как раз один из классических таких объектов критики. У Сонгаря незачем выпячивать себя, да. Но прайд, или в переводе, у Сонгаря, шествие гордости, это массовое, скажем, мероприятие, которое сначала зародилось как протест, именно потому, что столетиями этих людей преследовали, их сжигали, их сажали в тюрьмы. Нацисты придумали им особые знаки отличия розового цвета и посадили их в концлагеря и так далее, и так далее. Поэтому в какой-то степени это вопрос того, насколько меньшинственные группы, будь то геи, или, допустим, движение феминизма, или, допустим, люди, заболевшие гепатитом, имеют право выйти на улицу и громко крикнуть о том, что они существуют. Именно поэтому речь идет, скорее, здесь о смешении карнавала, скажем, маскарада и протестного движения, потому что, ну, столетиями, столетия угнетения должны все-таки каким-то образом, должен быть найден вентиль, когда эти люди могут сообщить о том, что, собственно говоря, их права, допустим, дискриминируются. Так что в этом смысле я думаю, что это, скорее, результат многовекового исключения из общества. Хотя я сам не считаю, например, что прайды – это эффективное средство общения. Последний прайд многие мои коллеги и знакомые посчитали чуть ли не прорывом, в смысле толерантности латвийского общества. Я так не считаю, потому что все-таки они были окружены заборами, была полиция и так далее. А я как раз был с одним своим приятелем, мы бродили не внутри этого парка, а снаружи, и я видел, как реагировали люди. Там парикмахеры, торговки и так далее, они были полны ненависти. Ненависть эту они артикулировали, они ее не скрывали. Хотя, на самом деле, любой клиент, который к ним придет, неважно, гей он или геттер, он просто-напросто клиент и все. То есть, собственно говоря, парикмахер, вообще никакого не должно быть дела до того, какова моя сексуальная ориентация. Но люди, эти женщины, к тому же, считали почему-то геев угрозой. Хотя, на самом деле, в среде геев бытует шутка, что гей – лучший друг женщины. Ну вот, кстати, хотелось бы еще здесь обратить внимание. Ты упомянул о том, что прайд – это возможность что-то сказать и донести какую-то информацию, послать такой месседж обществу. Мне кажется, что эту историю можно отнести, кстати, и к референдуму о русском языке, который был проведен по всем конституционным правилам, но, тем не менее, вызвал, во-первых, очень жесткую реакцию, было много ненависти в том числе, и потом власть закрутила гайки, потому что, чтобы больше такого не допустить. Хотя, это была некая попытка определенной этнической группы донести до другой этнической группы, до большинства, в общем-то, ту правду, которую она считала на тот момент необходимой. То есть, мы есть, мы существуем. Так я понимаю эту историю. Мне кажется, очень похожие примеры, хотя сейчас, я думаю, что нас и меня, в том числе, заклемят за то, что я сравнил эту тему с прайдом, но, как мне кажется, здесь как раз очень похожие механизмы работают, что то-другое просто лучше не принимать, а если не принимать, то даже лучше делать это с ненавистью. Да, в этом смысле в латвийском обществе все-таки присутствуют некоторые единства. Мы все время говорим о разобщенности, о трещине в обществе. Собственно говоря, культ просвета живет за счет этого, я так говорю. Трещина нас кормит. Трещина, да, нас кормит. Но дело в том, что в какой-то степени наша ксенофобия, наша боязнь, по сути дела всего, начиная от беженцев, кончая геями или еще кем-то, неважно, мусульманами и прочее, она нас как раз объединяет. То есть, страх этот присутствует в разных этнических общинах. Мы видели, что было в 2015 году во время демонстрации против несчастного количества беженцев, там сколько-то 50-х было. Это смешная цифра. Это вообще не цифра, это просто вообще смешно, это какие-то микрочастицы. Нано. Да, и в то же время вот там стояли и русские латыши, и на разных языках, тут и язык не помехой оказался, присутствовало. То, что нас сплотило. Да, нас сплотило страх, и очень жаль, что нас не сплотила солидарность. Ведь, например, тоже латышское население, которое бежало от советского режима, было беженцами и было принято в куда более тяжелых условиях. Это не Европа, скажем, где существует высокий уровень социальных услуг и помощи. Это была послевоенная Европа, послевоенный мир. И латышское население отправлялось куда глаза глядят. В разрушенную Германию, в голодную Великобританию, в Австралию и так далее, и так далее. В скандинавские страны. Они были там приняты. То же самое происходило с русским населением после Октябрьского переворота. Париж, Берлин. Со всеми данных в Берлине была очень интересная лекция как раз о семействе Набоковых. Они были там приняты. Они могли там выжить. И брат писателя тоже какое-то время жил в Париже. Так что, таким образом, в принципе, мы видим и эгоизм. Я скажу откровенно. Наше общество очень эгоистично. Я вижу это по мельчайшим деталям, возвращаясь из Берлина. Не хочу сейчас устраивать из себя там западного гостя. Ничего подобного со мной не происходит. И я не высокомерен, я надеюсь. Хотя, может быть, одно это утверждение уже высокомерие. Но, если мы говорим серьезно, то я вижу отсутствие солидарности даже в быту. Не поддерживая дверь, всегда пытаются ворваться в транспорт, не дав выйти. Не помогают с колясками или еще что-то. Или, условно говоря, просто идут по улице, не обойдя. То есть, как-то за полгода, живя в Берлине, каким-то образом получилось, что у меня появилась какая-то небольшая надстройка. Я иду и думаю, а кто параллельно со мной существует. И это несложно. Это просто некоторое развитие, может быть, каких-то новых, я не знаю, частиц мозга. Да, я не знал этого сложного понятия. Но, в любом случае, как-то думаешь, а, окей, хорошо, вот он хочет обойти, давай-ка я обойду. Или, допустим, человек торопится, давай-ка я, может быть, подожду чуток. Или я подожду, когда она подбежит, и я тогда передам ей дверь. То есть, я не буду думать, окей, вот я сейчас как хлопну свою дверь и выйду, и мне хорошо. Сегодня меня лаксом, например, в автобусе ударили. Просто женщина выходила, ей было неудобно. Я шел мимо, и она использовала эту возможность. Чего не поделаешь, она одна, таких как ты много. Да, таких много. Вот, и поэтому я думаю, что если мы возвращаемся к свободе как таковой, и опять же, я повторяю, неважно кто это, мусульманин, или гей, или русскоязычный, или еще кто-то там, не знаю, житель села в большом городе, свобода может функционировать только тогда, когда она всеобщедоступна. Всеобщедоступно означает, что у нас должен быть консенсус о свободе. А это означает переговоры. Это означает, по сути дела, в какой-то степени отдать часть своей свободы, чтобы получить ее назад более качественной. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Сорвался у нас звонок. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да. Господин Канов, вот такой немножко я вам расскажу. Мы вообще-то в государстве живем по закону, правильно, да? И то, что относится не к закону, да, это мнение любого человека. Он может высказывать так или так. И когда вы начинаете говорить о том, что геи, лесбиянки, их как-то там ущемляется и так далее в обществе, да, если по закону их не ущемляют, да, то они, значит, не ущемляются, понимаете? Вот когда вы говорите насчет языка, то здесь мы могли, значит, пользоваться по закону развитием своего языка и обучаться на своем языке. А сейчас нас ущемили. То есть, эта норма вычеркнута из законов государства. Вот в чем разница, понимаете? И мне абсолютно без разницы, чем занимается наш, так сказать, дипломат. Да, понятно все, Олег, понятно дальнейшая риторика, чем вам все равно, чем занимается наш дипломат, и вы будете об этом потом рассказывать уже не первый раз в нашем эфире, что вам это все равно. Знаете, мне кажется, это очень показательно в плане того, как человеку все равно, что происходит с полной другого человека. Хорошо, я благодарю радиослушателей за этот комментарий, но на самом деле из вашей же логики вытекает то, что если в законе больше нет возможности учиться на условно-русском языке, что неправильно. Есть возможность создавать школьные программы на языках национальных меньшинств. И давайте, друзья, мы и запомним, что русский язык не единственный язык национальных меньшинств. У нас есть украинцы, у нас есть белорусы, у нас есть школы на эстонском и литовском языке, и тогда и так далее. Польская школа. То есть, давайте немножечко посмотрим все-таки по сторонам и поймем, что у нас нету, условно говоря, латышей и русских, а у нас есть статистика, конечно, тоже дело абстрактное, 160 этнических меньшинств. Меньшинств, групп, да. Загляните на страницу ПМЛП, это у нас страница или сайт агентства по натурализации и еще чему-то. Управление по делам гражданства иммиграции. Да, спасибо тебе за уточнение. И в любом случае там мы увидим, сколь, скажем, пестро наше общество. Поэтому в данном случае получается, что никаких проблем нет, и законы вычеркнули, все хорошо. Но вопрос состоит в другом, вопрос состоит в следующем, насколько закон реально в быту, скажем, реализуется. Вы сами прекрасно знаете, что буква закона и дух закона – это очень разные вещи. И поэтому, если мы можем придумать великолепные законы об отсутствии или об запрете дискриминации, это не означает, что, допустим, при сдаче квартиры или, допустим, при найме на работу человека не будут дискриминировать. Я думаю, что это хороший пример того, что мы хотим как-то так вот спрятать все это в шкаф, быстренько закрыть дверь и подумать, слава богу, не вижу, не слышу, не думаю. Ну вот знаешь, мне кажется, вот это высказывание нашего радиослушателя, оно показательно, потому что дискриминацию, вот этот элемент, когда нас дискриминирует, включается тогда, когда нам что-то нравится. Ну то есть нам нравится какая-то группа людей, допустим, их дискриминирует, мы это видим, и нас это возмущает. А вот если нам не нравится эта группа людей, которые дискриминируют, ну, допустим, человек не любит геев. Классическая история, очень распространенная. И, соответственно, значит, их уже и не дискриминируют-то вовсе. Значит, мы уже не будем замечать, что их дискриминируют, что у них есть какие-то проблемы. Далее включаются вот все вот эти стандартные, уже набившие оскомину фразы из серии «меня не волнует, что у вас в спальне». Хотя, судя по всему, очень волнует, потому что об этом все время подчеркивают. И так далее. И все зависит. Мне кажется, вот меня всегда так учили, да, и когда в профессии учили, что вне зависимости от того, какие чувства ты испытываешь, какие субъективные моменты ты испытываешь в той или иной группе, ты должен всегда относиться ко всем одинаково в плане того, если какая-то группа подвергается дискриминации, то, соответственно, нужно смотреть на них так и на ту группу, которая тебе симпатична. Скажем, ты вот, будучи русским человеком, чувствуешь, что что-то несправедливо в отношении тебя поступает, но ты не замечаешь, что поступают, как ты правильно сказал, еще 160 других национальностей, и ты об этом не думаешь. Потому что, ну, есть латыши, есть большая русская группа, и есть как бы все остальные. Это «др», да, как «др», да, или там «другие». И, соответственно, на них ты уже не думаешь. Вот когда мы все-таки научимся смотреть на всех одинаково, мне кажется, тогда мы научимся понимать, что такое свобода, потому что когда мы выбираем, фактически занимаемся… Свобода универсальна, таковой она была и в виде нефранцузских революционеров, она была распространена даже на, скажем, рабов колоний французских, и рабство было отменено, потому что все были братья, по крайней мере, в визии французской революции. А говоря о дискриминации, ну, например, если мы говорим о финансовом или экономическом статусе, о налоговых каких-то, допустим, об освобождении от налогов или другие какие-то финансовые моменты, то двое человек, которые прожили, допустим, десятилетиями вместе, они друг другу никто. Юридически они никто. И это, между прочим, между прочим, если уже мы отходим, скажем, от столь ненавистной группы сексуальных меньшинств, это касается и гетеропар, которые просто решили не заключать браки. Поэтому я считаю, например, что хотя тот же Ренкевич обещал помогать после своего камня-аута с законом о партнерских отношениях, это все было, видимо, только на словах и пустота, потому что, в принципе, речь идет еще и об огромном количестве гетеропар, которые решили просто вот не хотим мы регистрироваться и все. Поэтому они друг для друга, они никто. Именно поэтому речь идет о том, что тому большинству, у которых все в порядке, все бумаги есть, все справки есть, все заключено и так далее, им важно было бы, чтобы в этом обществе другим людям тоже было доступно то, что доступно им. Потому что просто демократия без этого является некачественной, хромой, однобокой, кособокой. И если, например, кто-то из ваших друзей или даже родственников, условно говоря, вступив в отношения гетеросексуальные, при каких-то ситуациях не может получить доступ к информации, в больницах, я не знаю, какие-то налоговые послабления и так далее, и так далее, это тоже некачественная жизнь. То есть этим людям рядом с вами плохо. И это и есть, собственно говоря, суть солидарности. Солидарность подразумевает распространение качества жизни на максимальное количество людей. И то, что здесь звучит таким, может быть, голосом нотации, это просто-напросто, я порой думаю, господи, как это можно не понять? Оказывается, можно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Я хотела бы рекоментировать эту тему по поводу свободы и нетрадиционной ориентации людям. У меня есть друзья, которые нетрадиционные. Я, в принципе, отношусь очень лояльно. Но я против демонстрации в плане этих прайдов, демонстрации того, что это норма. Мне кажется, что людям в плане дать свободу, все-таки свобода такая, должна быть все равно какие-то ограничения в плане приличия, в плане того, что, мне кажется, это может привести общество к такой распущенности, что все будут пробовать разные сексуальные ориентации. И в итоге, ну, мне кажется, что это даже может быть отчасти какой-то всемирный заговор о том, чтобы немножко прекратить, ну, ограничить, не знаю, ограничить, вот, как это было. Рождаемость вы имеете в виду? Рождаемость, да, вот. И мне кажется, что все-таки люди должны быть, какая-то должна быть граница, в том числе, мы же себя как-то ограничиваем в плане приличия, что можно в обществе, как себя вести. И это тоже, все-таки, я боюсь этого. Я смотрела американский фильм, может быть, «Секс в большом городе», 80-х, он когда-то 90-х начался, да, этот сезон. И там это вот показано, что вот кругом геи, все друг другом пробуют, ну, такой вот без... Ну, мы поняли, да, поняли ваш комментарий. Вот, и я немножко вот этого вот боюсь, вот, например, я думаю про своих детей, вот они будут думать, что, в принципе, это норма, можно пробовать с мужчинами, с женщинами. И это все дозволено, свобода может, ну, сыграть, ну, плохую шутку в общем. Да, спасибо вам на вот такой комментарий. Ну, комментарий действительно очень иллюстративный, то есть наша радиослушательница ввела в нашу дискуссию и тему заговора, мы ее, кстати, по-моему, сегодня не упоминали. Нет, заговор популярная история. С другой стороны, я должен сказать, что я пытаюсь относиться, это, правда, не легко бывает и в эмоциональном плане, но я пытаюсь относиться с уважением к подобным репликам, потому что это не что-то такое, что не имеет права быть. И подобный страх, если он есть, он тоже присутствует, то есть наша радиослушательница не обязана его спрятать в шкаф, да, опять используя метафору шкафа, и позвонить нам, и правильно позвонить, да, то есть нет правильного звонка. Есть звонок, который выражает опасения. Вопрос, если у нее есть опасения по поводу ее детей, то, может быть, я бы посоветовал ей заглянуть хотя бы, не знаю, поговорить, может быть, со специалистом, скажем, в области гендерных исследований или просто действительно почитать литературу и поговорить, допустим, с психотерапевтами о том, что сексуальная ориентация дана заранее, она, есть целый ряд исследований о том, что уже в процессе, собственно говоря, оплодотворения клетки уже все это есть внутри. То есть это, что называется, не выбор, как пошел в магазин, купил новый костюм, да, или, допустим, там попробовал, там, условно говоря, роман с блондинкой, потом с брюнеткой и так далее. Это уже, это совсем другой вопрос. И она могла бы просто-напросто успокоить себя и своих детей, может быть. Дети, кстати, очень часто мудрее родителей, да, но она могла бы успокоиться в том смысле, что пробуют только то, что к чему, условно говоря, есть предположение, то есть предрасположение. То есть это так или иначе длительная реализация своей сексуальности, но здесь я как бы умолкну, потому что дальше уже вопрос специалистов, и так или иначе мне все равно не поверят. Но, да, идея заговора существует, и на самом деле, опять же, должен сказать, что во многом именно состояние запрещенности и полулегальности, или, условно говоря, осуждения и преследований, то есть эта история длится-то столетиями. Хотя, кстати, криминализация гомосексуальности стала появляться только в 19-м столетии, очень долгое время. И, кстати, большевики, один из первых указов был отмен, скажем, уголовной ответственности за гомосексуализм. Так вот, именно эта ситуация нередко приводит к тому, что действительно в среде ЛГБТ нередко люди как бы повторяют те стереотипы, которые о них существуют. То есть в Германии в 70-е годы были тезисы о том, что извращенный не гей, а извращенная среда, в которой они живут. То есть если тебя все время как бы толкают куда-то в погреб, в андерграунд, в какие-то темные углы, то ты в какой-то степени будешь себя так вести. А если бы нормально принималось то, что ты, условно говоря, на корпоратив придешь не с подружкой, а с другом, или, наоборот, там женщина придет со своей подругой, или, условно говоря, ты скажешь, мой супруг, а не моя супруга, то от этого, во-первых, никто другой не умрет, во-вторых, никому не будет, ни на кого не будет обращена сексуальная энергия или, допустим, какие-то другие формы. То есть никто никому не пристанет и никто от этого не пострадает. Особенно в любом случае, как бы можно сказать, что, условно говоря, успокойтесь, да, успокойтесь. Я здесь еще, может быть, отметил, как гетеросексуальный человек, я все-таки считаю, что вот этот вопрос распущенности, который периодически тоже поднимает о том, что вот если говорят о гомосексуалистах, то говорят о какой-то распущенности. Мне кажется, во-первых, распущенность – это универсальное понятие. Да, вспомним клубы свингеров. Да, я, в общем-то, знаю вполне прекрасных распущенных гетеросексуалов, которые ведут весьма достойность с этой точки. Здесь другой вопрос, здесь уже особая мужская потенция. Да, и это воспринимается как некая такая позитивная история, потому что, ну, сейчас много, конечно, можно на эту тему рассуждать, но да, это некое достоинство мужчины, который, ну, настоящий самец, назовем это так, да, соответственно, все это списывает. Хотя этим он унижает гетеросексуальную женщину и потребляет ее тело, по сути дела. Тут другой вопрос, на который можно посвятить целую передачу. Но, тем не менее, опять же, это все из серии, что я не знаю, я вот могу говорить за себя, потому что я никогда не испытывал какого-то страха перед, или какого-то страха, или какой-то угрозы, как гетеросексуальный мужчина не испытывал перед геемами. У меня всегда были знакомые гомосексуалисты, и никогда у меня не возникало какой-то там, что вот я стану геем, или мой ребенок станет геем, или еще что-то. Мне кажется, это как раз вот те стереотипы, те страхи, которые мешают нам жить и смотреть на мир как-то свободнее и по-другому. Потому что записав себе в голову кучу разных угроз, кучу разных вот этих блокировок... Да, невозможно выйти из дома. Невозможно, да, страшно дышать, страшно вообще, потому что вот как наша радиослушница сказала, она посмотрела фильм «Секс в большом городе», и, в общем-то, это привело ее в ужас. Во-первых, это фильм, да, во-вторых, все-таки там есть некие художественные преувеличения, потому что те же героини там тоже показаны таким под увеличительным стеклом. Ну и в-третьих, ну да, если это есть, ну, в общем, подумайте просто, мне всегда, я всегда приводил такой пример. Вот я помню период своего взросления, помню период своего осознания сексуальности, и поскольку я родился гетеросексуально, мне всегда нравились девочки. И никакого желания попробовать что-то другого у меня не было чисто физически. Поэтому я как бы не понимаю, как человек, который вот, наши гетеросексуальные слушатели, которые звонят, вот просто задумайтесь, у вас возникало такое желание? Или, может быть, вы сейчас начинаете нагнетать, что вот это обязательно возникнет у наших детей, но не возникнет это у детей? Если этого нет, это не возникнет. С другой стороны, мы видим, что как раз из-за того, что многих маргинализируют, очень многие люди вынуждены притворяться гетеро. В нашей среде, условно говоря, очень много людей, которые вынуждены притворяться годами, десятилетиями, заводить семьи, разрушать потом эти браки, страдают от этого дети. То есть потому что им давление общества таково, что им приходится как бы, ну, в какой-то степени притворяться. Так что я думаю, что, может быть, успокоимся и займемся лучше своим собственным телом и своей собственной душой. И во вчерашнем спектакле, к сожалению, души людей были как раз уничтожены тоталитарным режимом и страхом других. Я на этом хотел бы поставить многоточие. Вадим, большое тебе спасибо за сегодняшнюю нашу передачу. Я ведь никогда к тебе не приставал, правда, за эти полтора года? Потому что все в порядке. Так что я думаю, что на этом мы и остановимся. Большое спасибо нашим раздево слушателям. Даже за ваши страхи спасибо, потому что они дают пищу для наших дальнейших дискуссий. Мы вернемся снова в эфир на следующей неделе. Спасибо. Всего доброго. И до свидания.